Всем привет, на связи Макс Климов и сегодня мой топ 3 самых травмоопасных упражнений из тех, которые мы регулярно делаем в спортзале. Если ты впервые попал на этот канал и понятия не имеешь, где оказался, но при этом хочешь узнать, как правильно питаться и тренироваться, чтобы сделать ядерную форму, можешь начать прямо сейчас с подписки на этот канал и обязательно нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят трижды в неделю. На третьем месте моего травмоопасного топа находится жим штанги из головы. Казалось бы, безобидное упражнение на дельтовидную мышцу, которое может наворотить дел как с плечевыми суставами, так и с позвоночником. Дело в том, что плечевой сустав сам по себе, сустав очень сложный, очень подвижный, имеет много степеней свободы, за счет чего он становится крайне хрупким. И на самом деле его травмировать вообще большого-то и ума не надо. Просто берешь в любом упражнении на дельты чрезмерный вес, который ведет к нарушению техники и, как следствие, в обязательном порядке к травме. Поэтому здесь обязательная рекомендация, которая касается по сути всего тренировочного процесса. Если ты берешь вес, который нарушает технику, ты травмируешься, поэтому никогда не жести с весами. Нельзя. Ай-яй-яй. Табу. Ни в коем случае. Но жим штанги лежа это особенное упражнение. Оно крайне противоречивое, потому что это, пожалуй, лучшее жимовое движение на средний пучок дельтовидной мышцы. При всем при этом ты не можешь выполнить это движение анатомически естественным для организма способом. Потому что даже если ты все делаешь по технике, тебе в любом случае придется отклонить голову вперед, для того, чтобы пропустить штангу за головой. В любом случае тебе придется отвести локти назад, для того, чтобы, опять же, штанга прошла туда, куда нужно. Рекомендации, которые я могу тебе дать. Для того, чтобы снизить нагрузку и на позвоночник, и на плечевые суставы. Во-первых, когда ты делаешь жим штанги лежа, на первых порах лучше делай его в тренажере Смита. Во-вторых, делай его без спинки, для того, чтобы ты мог выпрямить спину, прогнуть ее таким образом, как будто ты приседаешь, для того, чтобы снять нагрузку с позвоночника. И обязательно следи за тем, чтобы сильно голову вперед не отклонять. Таким образом, вот эту вот неестественность ты можешь минимизировать. Ну и естественно, не жести с весами, я уже говорил об этом. На втором месте моего травмоопасного топа румынская становая тяга. Великолепное упражнение на заднюю поверхность бедра и на ягодичную мышцу. Но стоит хоть немного нарушить технику выполнения, и травма тебе обеспечена. Чтобы хоть немного снизить эти риски, я дам тебе несколько рекомендаций. Но в любом случае, лучше ставить технику в таких тяжелых упражнениях с тренера в обязательном порядке. Тем не менее, слушай рекомендации. Во-первых, сохраняй прогиб в спине. Никогда не сутулься. Делай так, как будто собрался приседать. Вот у тебя прогиб должен сохраняться обратный. Во-вторых, немножко подогни ноги для того, чтобы снять нагрузку со связок и с суставов. И в-третьих, сохраняй нагрузку в пятках, не вывешивайся на мыски. И обязательно веди штангу вдоль голенища вверх. И еще один совет. Большинство из нас тренируется по половинчатой пирамиде джоидра. Когда у тебя в первом подходе разминочный вес, потом повышаем, с каждым подходом повышаем. И выходим на рабочий вес в конце, либо на какой-то максимальный. И иногда мы после этого делаем еще добивочный подход, в котором делаем 50% от рабочего веса и легонько добиваемся с ним. И вот создается иллюзия, что это самый легкий подход, теряется концентрация, и мы там допампливаем лайтовенько. И проблема в том, что в румынской становой тяге, в тяге, штанге, наклоне, вот таких вот упражнениях, где задействован позвоночник довольно неестественным образом, легче всего травмироваться именно на таком подходе. На моей памяти большая часть травм среди окружения происходила вот как раз на таком добивочном подходе в подобных упражнениях. Будь осторожнее. Ну и первое место нашего топа – это приседания со штангой. Но это просто песня. Сколько ты приседающих в зале не увидишь, столько вариаций на тему техники приседаний ты познаешь. Проблема в том, что приседания – это не только самое сложное упражнение с точки зрения техники выполнения, потому что задействованы практически все суставы и практически все мышечные группы, но это упражнение, которое, наверное, в большей степени, чем другие упражнения, зависит от антропометрических данных. Например, от длины бедренной кости зависит, где окажутся твои колени в нижней точке движения. От твоей гибкости зависит, насколько глубоко ты можешь сесть, не создавая дополнительную избыточную нагрузку на поясничный отдел. От подвижности твоих суставов, бедренных в первую очередь, зависит, насколько широко или узко тебе нужно ставить ноги для того, чтобы менее травмоопасно приседать. От длины твоего торса относительно ног зависит, какой наклон корпуса у тебя должен быть для того, чтобы сохранять центр тяжести над пятками. В общем, я к чему все это веду? Если ты хочешь научиться приседать, приседай с тренером. Не надо самодеятельности, не экспериментируй. Причем желательно, чтобы этот тренер знал что-то не только в бодибилдинге, но и в пауэрлифтинге в том числе. Но несколько рекомендаций я все же дам. Когда ты приседаешь, во-первых, всегда держи спину прямой, прогни ее и держи ее абсолютно прямой. Клади штангу не на шею, а на плечи, таким образом, чтобы штанга всегда висела у тебя ровно над пятками, для того, чтобы центр тяжести шел ровно в пятки. Никогда не вывешивайся на мыске. И начинай приседать, отводя таз назад, не отводя колени вперед. И все это под надзором тренера, естественно. Ну и обязательно важно нужно сказать, что не стоит забывать, особенно в таких тяжелых упражнениях, это важно, но это важно в целом для тренировки, никогда не забывай про разминку. Разминайся перед каждой тренировкой. У меня 12 лет тренировок, и я уже точно могу сказать, каждая пропущенная разминка с годами о себе напоминает. Поэтому будьте умнее. Запомни, насколько бы сложным, травмоопасным или наоборот легким упражнения не было, всегда, всегда сохраняй технику выполнения упражнений. И никогда не делай упражнения с весом, который заставляет тебя эту технику нарушить. А дальше можешь посмотреть какой-то из вот этих видеороликов, а я тебе желаю удачи. Спасибо за лайк. Пока.